Какие профессии в нашем регионе популярны и в период пандемии? Сложно ли сегодня найти работу и какие меры поддержки оказывает государство тем, кто ее потерял? Об этом мои коллеги узнавали в Серпуховском центре занятости населения. Найти работу по душе с достойной зарплатой всегда непросто. В период пандемии задача становится еще сложнее. На начало года в Серпуховском центре занятости было зарегистрировано порядка 500 безработных. К ноябрю их число увеличилось в 7 раз. Это тяжелая ситуация, потому что вакансии у нас по Серпухову 1960-й. Получается, на каждую вакансию два безработных претендуют. Государство оказывало поддержку гражданам, оставшимся без работы. Во время пандемии увеличился размер минимального и максимального пособий по безработице. Выплачивалась доплата в размере 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка одному из родителей. Если человек отработал 60 календарных дней в 2020 году, область доплачивала к пособию, чтобы общая сумма составляла 15 тысяч. Всего было выплачено 163 миллиона при 50 планируемых. 113 миллионов поступило из резервного фонда. Региональная доплата из средств Московской области составила 31 миллион. Сегодня подать заявление и встать на учет в Центре занятости можно дистанционно, через портал «Работа в России» или прийти сюда очно по предварительной записи. Прямо в холле вам помогут оформить необходимые документы. Перед тем, как подать заявление по безработице, должно быть оформлено резюме у человека. Без оформления резюме заявление подать невозможно. То есть нужно потратить время для того, чтобы оформить резюме. В Серпуховском регионе много складских помещений. Поэтому в первую очередь востребованы такие профессии, как водитель погрузчиков, оператор склада со знанием 1С, менеджер и специалист по логистике, оператор котельный, инспектор по кадрам, а также мастера по маникюру и работа в интернете. Наш Серпухов – один из немногих городов в Московской области, где еще остались программы по демографии. Мы учим мамочек, продолжаем учить. Некоторые регионы, некоторые центры занятий прекратили эту деятельность. Мы учим граждан предпенсионного возраста, это 50+, и уже даже старше. Это те люди, кто работают, но им нужно получить еще какую-то квалификацию. Поэтому мы не бросили никакие услуги, мы все услуги оказываем. У нас очень активно, несмотря на то, что в начале пандемии закрывались ИП, закрывались ООО, вот у нас почему-то такого нет. У нас очень много безработных хотят открыть свое дело, и мы предоставляем субсидии. Размер субсидии – 145,5 тысяч рублей. Субтитры создавал DimaTorzok